Добрый вечер! Мы продолжаем обсуждение греческого языка Нового Завета. Наш очередной урок посвящен спряжению нескольких глаголов нами в греческом языке. Это последняя серия из трех уроков, посвященных этому так называемому атоматическому спряжению, ну и фактически последний урок в нашем курсе. На прошлых двух уроках мы с вами обсуждали спряжение глагола didami. Мы воспользовались этим глаголом, чтобы на его примере посмотреть, как именно изменяются формы подобных глаголов. Но теперь пришло время познакомиться и с остальными глаголами нами. В рамках этого урока мы особое внимание обратим глаголам histami ставлю или стою, titami кладу, помещаю и dayknami показываю. Итак, в чем особенности каждого из этих глаголов и как именно они изменяются? Ну, прежде всего, я напомню правила, которые мы обсуждали применительно глаголу didami, и которые во многом работают и для этих глаголов тоже. Во-первых, у многих глаголов нами при образовании настоящего времени происходит удвоение первой согласной основы, и между удвоившимися согласной вставляется йод. Во-вторых, у глаголов нами в настоящем времени действительном залоге свой собственный набор окончаний, отличающихся от окончаний тематического спряжения. В-третьих, у этих глаголов нет соединительной гласной, и это окончание присоединяется непосредственно к корню. В-четвертых, у глаголов нами гласная в основе может укорачиваться, удлиняться или даже вообще выпадать, то есть, возможно, какие-то вариации гласной в основе при образовании тех или иных форм. И в-пятом, у некоторых глаголов нами при образовании аориста используется не суффикс sa, а суффикс ka, ну, точно такой же суффикс, который мы видим и в перфекте. Эти особенности, ну, в большей или меньшей степени, применимы и к остальным глаголам нами, которые мы рассмотрим в данном уроке. Парадигму для изучаемых глаголов в настоящем времени действительном залоге вы сможете посмотреть в параграфе 26.2. Для глагола хистами у него основа ста, для глагола титами у него основа тэ, ну, для глагола дидами нам уже знакомого, и просто он для сравнения здесь помещен, и для глагола дейкнами. У каждого из них есть некоторые особенности, на которые нам сейчас нужно с вами обратить внимание. Просто давайте так по порядочку пройдемся. Итак, глагол хистами с основой ста. Вот это вот хистами и ста кажутся достаточно мало похожими друг на друга. Что здесь произошло? Ну, во-первых, произошло все сначала по обычным правилам. То есть стоящее вначале сигма удвоилось, и получилось си-с-те-ми. Но мы уже с вами не раз и не два сталкивались с таким явлением, что сигма, оказавшаяся в начале слова, выпадает и заменяется густым придыханием. А помните, например, даже глагол с корнем сэх, от которого в настоящем времени образуется форма эхо, и там нет густого придыхания, что две хэ подряд не произнести, но в будущем времени появляется форма хэксо, вот эта вот сигма как раз превратилась в густое придыхание. И вот что-то подобное происходит и с глаголом хистами, и систами превращается в хистами. Так что если вы запомните корень ста, и запомните вот этот процесс удвоения и выпадения сигмы, которая заменилась густым придыханием, вы поймете, что происходит с этим глаголом. Что касается его форм, то альфа у него удлиняется в эту, достаточно типичное удлинение, мы с вами познакомились с этим явлением, например, в случае так называемых слитных глаголов, и там, где есть удлинение, мы видим эту, и поэтому хистами, хистес, хистасин, во множественном числе, где удлинение нет, хистамен, хистатэ, хистасин. Все формы нормальные, предсказуемые, никаких проблем нет. Теперь глагол титэми с корнем тэ. У него своя собственная особенность. Посмотрите, что произошло. Когда тэта удваивается, то получается тэтэ. Тэ-тэ. Но тэ, тэ, это предыхательное согласное, и мы с вами говорили, что греки не любили две предыхательные согласные подряд произносить. Когда мы с вами изучали формы перфекта и удвоение в перфекте, то мы говорили, что те глаголы, у которых с предыхательной согласной начинается корень, они при удвоении вместо предыхательной согласной используют соответствующую глухую. Поэтому не тэт в перфекте было, а тау плюс тэта. И тот же самый эффект, который мы наблюдали в перфекте, мы сейчас наблюдаем и в настоящем времени у глагола с корнем тэ. Видите, при удвоении тэ, первая тэта заменяется на тэу, чтобы вот была тэ, тэ, глухая тэ, и предыхательная цифер, цэ. Ну, извините, я не умею подозначить этот звук. Ну, вот на письме вы, по крайней мере, хорошо видите тэта. Тэ-тэ-ми. И за исключением вот этой вариации все остальное, опять-таки, очень естественно, очень по правилам, с нужными нам окончаниями и со всеми прочими эффектами, знакомыми нам и по глаголу дидами в том числе. Так что для глагола дидами нужно запомнить вот эту вот особенность удвоения в настоящем времени, которая превращает тэу в тэ. Ну, опять, может быть, у многих глаголов на ми приходится запоминать какие-то особенности, но пусть это вас сильно не пугает, глаголов на ми вообще мало. Их всего несколько штук осталось в греческом языке. Спряжение на ми очень директнее для греческого языка, оно потихонечку вытесняется и заменяется обычным тематическим спряжением. И у многих глаголов, которые когда-то спрегрались по вот этой ми-модели, теперь уже нормальное тематическое спряжение. И даже иногда у тех глаголов, которые регулярно принадлежат к тематическому спряжению, вдруг могут возникать тематические окончания. Так что совсем немного глаголов, просто у каждого мы выясняем его индивидуальные особенности, знакомимся с ними, сознаем, понимаем, что можем узнать этот глагол и таким образом осваиваем вот этот класс глаголов. Да, он сложноватый, но, к счастью, немногочисленный, и поэтому, как только вы с ним справитесь, так вот изучение всей морфологии греческого языка для вас будет закончено. Глагол дидами мы обсуждали, и последний глагол в этой табличке – это дейкнами. Что особенно у этого глагола? У него никакого удвоения в настоящем времени нет. У него корень дейк, суффикс «ну» добавляется в настоящем времени, и в других временах форму будут образовываться от корня дейк, но потом просто добавляются почти такие же окончания, как у глаголов на ми. Однако остальные особенности этих глаголов отсутствуют. Более того, во втором лице единственном числе у него окончание не «с», как мы бы ожидали, а «эйс», типичное для тематического спряжения. Но оно вас не собьет с толку, потому что само по себе-то это окончание вы знаете, и поэтому, увидев форму дейкну «эйс», вы, конечно же, узнаете, что это второе лицо, единственное число от глагола дейкну. Так что, это может быть немного неожиданный, но самый простой из этих глаголов. Посмотрите на эти формы. Это ухистами, вот это «сис», в которое в «хис» превращается, о «титами», это «цэ», «титс» превращается в «титс», ну и дейкнули вообще никаких удвоений. В самом уроке вам приведены только формы настоящего времени, действительного залога изъявительного наклонения, но давайте мы с вами чуть-чуть глянем и на другие формы этих глаголов тоже. Вообще, такой более-менее полный список форм вы можете найти в приложении к этому учебнику, ну и в отношении интересующих нас глаголов, начиная с 401 страницы. Там, вот на 401 странице, собственно, приведено вот это отематическое спряжение глаголов и уже знакомые нам формы, заодно там вы можете посмотреть и формы построения страдательного залога настоящего времени и тоже никаких сюрпризов, «май сайтай мэй тэстэн тай», нормальный набор окончаний у всех этих глаголов и та же самая основа. Дальше описан имперфект этих глаголов, который тоже не создает нам никаких серьезных сюрпризов, нормальное превращение, основа как в настоящем времени и соответствующее вторичное окончание. Далее, что касается форм будущего времени, то здесь все совершенно легко, то есть к основе, не к основе с удвоением, там, тидами, титами, хистами и так далее, а к реальной корню слова, такому как там ста, тэ, до и так далее, добавляется сигма, ну, перед сигмой соответствующая гласная удлиняется, и обычные первичные окончания и формы действительного залога, и форма среднего залога образуются безо всяких сюрпризов. Аорист образуется тоже совершенно обычным образом, приращение, основа, образующая времени и соответствующие окончания, причем у глагола хистами образуется сигматический аорис, то есть добавляется свой уффикс са, а у глагола титами образуется капа аорис, то есть добавляется суффикс ка. Ну, что касается самих форм, то э, ст, са, э, ст, сас и так далее, у хистами, и э, т, ка, э, т, кас и так далее, у глагола титами, То есть вполне ожидаемо, если вы помните корни ста, т, то вы вполне можете распознать его выросты. Что касается глагола дейкноми, то он видит себя как обычный глагол, у которого просто основа дейк, ну и там когда добавляется сигма, кс дают кси, но никаких других проблем с этим глаголом не возникает. В перфекте у глагола хистами возникает эффект, похожий на эффект настоящего времени. А именно, когда происходит удвоение, должно получиться, кроме помните ста, должно получиться с, ст, к. Но, опять же, сигма вначале выпадает, заменяется на густое придыхание, и у нас получается форма хэстека. Что касается глагола с корнем т, титами, то при удвоении, опять же, происходит эффект, похожий на эффект настоящего времени. То есть две т рядом стоять не могут, и поэтому тета первая превращается в талу. И в перфекте у нас т, т, тей, т, т, к и так далее. Ну и что касается аориста страдательного залога, то здесь добавляется, опять же, соответствующий суффикс т для аориста страдательного залога. Добавляется превращение, и никаких сложностей не возникает. У всех этих глаголов все совершенно по правилам. И что касается будущего времени страдательного залога, где добавляется суффикс тез, и потом первичное окончание среднестрадательного залога, то проблемной формой, опять-таки, может показаться глагол титами, у которого теперь тета превращается в тау, не из-за удвоения, а из-за стоящего после суффикса, начинающего с т. Поэтому будущее время страдательного залога от глагола титами будет т, т, сом, май. Ну и так далее. Вот, пожалуйста, пробегитесь по парадигме. Мы сейчас вот не будем разглядывать формы неизъявительных наклонений, но на самом деле, если вы поняли, что произошло в изъявительном наклонении, то уж с теми формами вы тем более разберетесь, они в определенном смысле попроще. Но в любом случае, вот мы заканчиваем курс, и вам полезно будет пробежаться по всем парадигмам, по всей информации, которая дана в приложении к данному учебнику, чтобы разобраться, что из этого вы точно знаете и точно узнаете, когда встретите в тексте, а в чем у вас возникли пробелы. И вам нужно повторить, как именно формируется та или иная форма, то есть из каких компонентов она складывается, какие окончания, какие суффиксы и так далее. Сможете ли вы все это узнать? Это важно, потому что сейчас пришло время узнавать все возможные формы глаголов, которые есть в Новом Завете. И еще один элемент из приложения, по которому вам тоже стоит пробежаться, и который тоже будет для вас чрезвычайно полезен, и для повторения, и как справочный материал. Это таблица шести базовых основ для всех изучаемых в нашем курсе глаголов. Начинается она на 114 странице. Как она устроена? Форма настоящего времени, форма будущего времени, форма аориста действительного залога, форма перфекта действительного залога, форма перфекта среднестрадательного залога, и форма аориста страдательного залога. Вы помните, что все остальные формы образуются от этих шести основ, И если вы понимаете для каждого глагола, как выглядит каждая из этих шести основ, или, по крайней мере, способна узнать каждую из этих шести основ, значит, вы вообще все формы соответствующего глагола способны узнать. Поэтому, пожалуйста, просмотрите эту таблицу, а некоторые слова в этой таблице, помеченные жирным шрифтом, это те слова, те формы, при распознавании которых, возможно, будут какие-то проблемы, где что-то необычным образом сформировалось. Например, для глагола АКО, перфект действительного залога АККОА, может быть, немного неожиданная форма, непохожая, непредсказуемая из тех форм, которые мы видим в настоящем времени, в других временах. Вот она для вас отмечена, посмотрите на нее и задайтесь вопросом, вот, встретив вот это АККОА, я догадаюсь, что это перфект АККОА или нет? Если не догадаюсь, как-то специально эту форму постарайтесь заучить. Если вы разглядите в ней достаточно элементов, которые помогут вам догадаться, с чем вы имеете дело, здорово, двигайтесь дальше. Итак, вот пробежитесь по этой таблице для глаголов НОМИ, для глаголов НОМИ, для всех глаголов, и убедитесь, что вы способны распознавать все формы, ну и выделенные вам будут особенно полезны. Вообще, стратегия, на самом деле, очень простая. Смотрите на все, с чем вы встретились, узнали хорошо, не узнали, разберитесь, где пробел в ваших знаниях, и доучите это до конца. Ну а на этом мы с вами обсуждение того, как формируется глагол НОМИ, завершаем.